В Штатах очень много вот таких двойных сплошных, но пересекают их сплошь и рядом. И в принципе, когда полиция даже рядом находится и видит, как правило, без претензий как бы. Та же навигация мне показывает, допустим, я сейчас выезжал, она показывает, поверните налево, а где мне выехать налево, если двойная сплошная идет, там дальше правее посмотрел, тоже не проехать. Я не знаю никого, они их рисуют тогда. Но такого вот сплошного пересекания, когда по прямой едешь, на обгон, когда кто-то идет, чтобы пересекал, такого нет. А вот влево-вправо, там на заправку, во двор, все так ездят. Такое ощущение, что она формально существует, двойная сплошная. Хотя вот разрыв был, но очень часто этого разрыва нет. И вообще, двойная сплошная по Пенсильвании очень часто встречается. Редко-редко я вижу пунктирную прерывистую линию, когда для обгона, ну как обычно в Европе, там не знаю. Здесь вот так. Поначалу мне это парило очень сильно причем. Потому что как же выехать? Блин, там сплошная, двойная, там сплошная, двойная. Вот здесь, например, ты едешь, тебе надо повернуть к дому налево. Ты, вот, дом слева находится, твой пример, да, тебе же надо как-то подъезжать. Ты же не будешь объезжать, что это хрен заедет где. Поэтому как-то вот так вот у них. Поначалу это просто меня убивало, потому что у меня большое подвождение в Европе и сплошная, тем более двойная сплошная. Это же как табуф. Ну, здесь вот так.